Друзья, сегодня мне невероятно повезло. Я отправляюсь брать интервью у самого популярного актёра России Сергея Бурунова. Но для этого нам придётся отправиться очень далеко, очень, в Подмосковье. В этой авантюре нам поможет вот этот красавец Ниссан Мурана. Кто его знает, какие там дороги в Подмосковье, поэтому мы вооружились системой полного привода All Mode 4х4i. Ниссан Мурана просто красавец. Агрессивный, спортивный внешний вид, знаменитая парящая крыша, стремительный, словно самолёт. Ну а ходовые качества и комфорт мы оценим по дороге. Поехали! На самом деле Бурунов мой старый товарищ, так уж мне повезло. Мы познакомились лет 8 назад, году в каком-то 12-м. Он тогда был немного известен как участник проекта «Большая разница». А в основном он жил тем, что озвучивал фильм. Он актёр озвучки. Если вы зайдёте в Википедию и посмотрите, значит, его роли, там список из 200 позиций вначале идёт, кого он озвучивал. Он голос Ди Каприо. Ну, в общем, для актёра с амбициями это не так уж много. И он тогда, ну что ему там, 35 лет, такой возраст, середина жизни. Он был не очень доволен своей карьерой. И, ну, он пародист, ну, комик, ну, вот, «Большая разница». Я взял у него тогда интервью, и все его называли, «А, это же Штирлиц из «Большой разницы».» Но его было немножко трудно узнать. Их там так гримировали, там были гениальные гримеры, конечно. Шли годы, ему где-то было уже под 40, как вдруг, вот так бывает, чаще с мужиками, актёрами, где-то в районе 40 вдруг на него обрушилась слава. Его узнали все, ну, там и «Полицейские с Рублёвки», и много других проектов. И он просто, вот, как говорят в телевизионных журналах, проснулся знаменитым. А он уже почти смирился с такой некоторой несправедливостью, что вот мир не очень-то его и признаёт. И с тех пор он стал вот тем самым Сергеем Буруновым. И очень интересно мне будет сейчас у него узнать, как изменилась его жизнь и, так сказать, о его счётах с судьбой. Благодарен ли он судьбе, случайность ли это, помнит ли он себя таким, как он был тогда. Потом в моей жизни появился проект «Беспринципные чтения». Я стал со сцены с другими ребятами, с Александром Цыпкиным и Снегирёвым, читать свои рассказы. И очень часто актёры читали наши рассказы, и мы стали всех своих знакомых актёров туда звать. И я позвал Бурунова. Он всё ещё не был тем самым Буруновым. Я говорю, помните такой прикольный чувак из «Большой Райси»? Я говорю, да, давай зови. И он начал выступать, читать. Очень ему это нравилось. Хотя Бурунов не любит выступать со сцены. Это такой секрет. Всё это выродилось в наш с ним проект «Чтение мыслей». Мы колесили по стране с чтением моих рассказов. То есть мы вместе их читали. Поэтому мы с ним, конечно, съели пуд соли, перелетали всеми маршрутами и Сибирь, и Урал. И, в общем, сильно сроднились. Сейчас у нас общих проектов нету, но мне будет приятно сейчас его увидеть, обняться и поболтать. Конечно, первое, что замечаешь в салоне Nissan Murano, это кресло, которое красиво называется Zero Gravity. Я спрошу, может быть, мне дадут его домой потом оставить. Буду в нём работать. И самая обожаемая мной опция – это система вентиляции сидений. Потому что обычно у тебя супертачка, ты такой весь едешь, а потом вылезаешь из машины, и рубашка мокрая насквозь и прилипла к спине. Система обдува сидений это предотвращает. Не то, чтобы это видно глазами, но я знаю, что тут есть система интеллектуального мониторинга слепых зон. Плюс четыре камеры наружного обзора и система распознавания движущихся объектов помогут сохранить безопасность, даже если ты залюбуешься окрестностями через вот это панорамное остекление, которое создаёт ощущение, что ты прямо как будто в кабриолете. Только не дует. Видите, я какой ленивый. Всё мне не так. И рубашка липнет, и ветер дует. Я люблю комфорт. Тут в Nissan Murano, как полагается, есть везде мониторы. Тут мониторы, тут монитор. Вот только что на ручке переключения передач ещё нету монитора. И сзади есть очень гуманная опция. Мониторы сзади, особенно для тех, кто с детьми, можно сейчас было бы прямо на них включить фрагменты нашего выступления. Ну и акустика Базе 11 динамиков наверняка могли бы передать атмосферу зрительного зала и бурных аплодисментов. О, этот запах кулис! Сюжет, напомните, я где проецировал это всё на моих родителей. Тот, Сергей Воронов, который сейчас перед тобой, это совершенно два разных человека. Почему на старости, лет на 43 года? Колдует. Нечто есть? Превратиться в маленький светящийся шар и улететь с этой планеты. Что, Петров пишет? Нет. Жалко. Пишет директор группы Би-2. Что-то они задумали. Я дал твой контакт. Слышишь ты, ведьма? Нельзя так говорить, Сергей, разве можно? Вообще, конечно. Такой мерзкий он. Так, Сергей Александрович, что ты тут делаешь, расскажи нам. Ну, во-первых, мы снимаем здесь новую полнометражную картину под названием «Родные». Как это ни странно, я в главной роли. Полицейского играешь? Нет. Нет? Нет, совершенно диаметральная история, диаметральная, противоположная. Что меня очень радует. Написали эту историю мой любимый Жора Крыжовников и Алексей Казаков. Жора Крыжовников у нас руководитель этого, художественный руководитель проекта, режиссер Илья Аксенов. Смотри, козочки. Козочки, тут белки. Куры. Тут все, тут экология. А я тебя давно хотел спросить. Да. Тебя не тянет как-то к земле жить за городом? Тянет. Ты бы хотел, да? Да. И где бы ты хотел? В доме жить? Да. А что ж ты не живешь? Ты же богатый человек. Ты мог все... Вы что, сговорились, что ли все? С чего вы взяли, что я богатый человек? У тебя лицо такое? Какое? Лицо богатого человека. Нет, это все какое-то заблуждение. Харламов меня спрашивал, тут у нас был прямой эфир. Ты денег спрашивал? Нет, он спрашивал, сколько у тебя денег? Вопрос он хотел, зависки. Можно же это говорить, да? Можно, можно. Можно и даже нужно. Да. Нет, я не богатый человек. С чего вы? Если бы я был богатый человек... Я бы с вами не сидел. Я бы тут действительно... Ну, ты бы хотел, как у Максима Галкина, замок с башнями? Да нет, я... Ну, как? Зачем мне замок с башнями? Что это делать? Вот такой домик? Да. Я достаточно скромно. Мне нужно, чтобы было все функционально, демократично, но со вкусом. Ну, неужели тебе никто не может подарить домик? Окей, ты не богатый, но ты популярный. Что значит подарить домик? Так, давайте... Такие подарки ко многому обязывают, Саша. Я же не... Нет, если бы я был женщиной, да, там женщинам дарят квартиры, бриллианты, дома, машины, ну, а как? А я так даже как? Ну, какой-нибудь спонсор тебе бы мог, а ты бы его рекламировал. Нет, я так не могу. В стихах. Нет, не можешь. Нет, рекламировать это одно, а когда тебе дарят дом, мне кажется, это совсем ко многому очень сильно обязывает. Я даже не знаю, я растерялся. Ну, понимаешь, а если бы тебе бриллианты подошел бы, интересный человек? Это и вам, Сергей. Вот бы тут ты бы растерялся. И дальше что, добрый вечер, да? Да. Ты помнишь, когда мы с тобой познакомились? Чертик, когда ты тогда был известен как артист проекта «Большая разница». Разве так, да? Да, да. Это ты, а, чувак, который Штирлиц из «Большой разницы». И тогда ты как-то, конечно, хотел большего от своей артистической карьеры. Прошли годы. Ты сейчас доволен своей карьерой? Да, конечно. Это то, о чем ты мечтал? Ну, это то, о чем я стремился. Скажите, а у кого ты учишься из артистов? В смысле, чем? Ну, вот твоих коллег. Может, у этого? Сергей, сейчас у нас идет интервью. В петле моей плохо. Он еще... Да, я вниму тебя. Ну, что ты все... А что ты тут делаешь? Я приехал в спад. Говорят, Бурнов все занял. Все, все. Вся территория. Совпадение. Неожиданно. Я что-то чувствовал. У меня поэтому... У меня заболело... Один твой вопрос. Как бы, Бурнов, но чтобы ответил Петров, что он отвечает. У меня заболела голова, почему? Саш, ну скажи, ведь Бортич любит Бурунов? Просто не говорит ему об этом, да? Она тебе признавалась в этом? Больно. Как ты с ним работал? Ну, так и работал. Он тебя унижает. Ну, так я что, я по врачам-то хожу, ты думаешь? А он не ходит по врачам? А, тут поздно уже. Надо подстроить. Да. Дедовщина наоборот. Это внучевщина. Он же тебе в внуке годится. Ну, слушай, если у меня был такой внук, я бы на тебя руки наложил, наверное. Мне кажется, если у тебя был такой внук, ты бы на него руки наложил. А-а-а. Все, пойдем, сожг баню. Так. Вот так обычно проходят съемки. А вы хотите, чтобы артисты комментировали политическую жизнь страны? Какая политическая жизнь? Вот, понимаете, не надо артистов мучить вот этими вопросами. Никогда. До кого вы голосовали? Как вы относитесь к поправкам Конституции? Вот артисты, вот это их. За Брежнева. За этого, Господи, какого. Чернышенко. Черненко. Черненко. Константин Устинович. Александр, скажите что-нибудь зрителям канала «Максим». Привет передайте, может быть. Привет. У меня вопрос. Когда Сергей будет на обложке журнала «Максим»? Он уже идет, видите, на голове уже почти ничего нет, осталось ноги и грудь. И мы ждем. Грудь. Потом Сергей похудел, у него был такой уже первый размер аппетитный. Сейчас второй. Мне кажется, Серегу надо на обложку журнала «Максим». Видишь, мы потихоньку его приманиваем, приманиваем. Серега, ты сможешь? А ты? Я с тобой. Нет, может быть, возможно, есть вариант в белоснежных кроссовках, в очках темных. И все, и все, и все. Нет, и стринги такие. Цвета такого, знаешь, это кислотное. Вот Серега, я бы согласен, я бы пошел на это. Идете в стрингах? Пишите нам, дорогие зрители, хотите ли вы такую обложку журнала «Максим». Как, вот, вот, да. Ну нет, как лежат, ну как, красиво лежат. Вот, да. Вот, вот. Такие же, только голые. Великолепные. Да? Ну не знаю. Все, ребята. Идите, Александр, идите. Взаимно. Сейчас поговорим. Да. А чем ты это делал? Я этого не делал. Я, а, а, у меня челюсть вот так упала, когда я его увидел, когда он появился. А у меня ты видел, что со мной было? Ты видел, как ты это терпишь? Что взамен? Ты его как-то... Я не знал, что он приедет, я, 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 я клянусь сейчас. Ну вот это количество унижений, его же надо как-то отплатить. Ну, ребенок по тебе ползает, вот он попой на тебя садится, что ты будешь его делать? Что ты с ним будешь делать? Отдам в кадетское училище. Суворовское. Суворовское. А вот ему бы надо было туда сходить. Дисциплины никакой. И вот так вот всегда, когда вы вместе, вот такое продолжалось? Ну, там по-разному, ну, я говорю, ну, вот как дитё, он же вот попой на тебя садится, и что с ним сделать? Когда уже? Я, подожди, мы правильно едем на съемочную площадку? Куда мы едем? На водохранилище. А сегодня есть съемки? Сегодня у меня выходной. То есть мы не попадаем на съемочную площадку? Нет. Как он называется? Отцепной. А там, и там сейчас ничего нет? Сейчас ничего нету, да, группа отдыхает, вот. Но, в общем, место, ну, как рассказать про Марс, там можно сто раз про него рассказывать, лучше побывать там, да. Но место живописное на берегу Истринского водохранилища. Дом стоит, конечно, это моя мечта вообще на самом деле, так вот, чтобы дом возле воды. Но это очень дорого. Человек, я как говоришь? Надо больше работать. Больше работать? Да. Куда еще больше, вот скажи мне, пожалуйста. Куда больше? Вы совсем забросили выступление со сцены, например. А у меня нет времени на выступление со сцены. Понятно. Я вот здесь. Что здесь? Ты ерундой занимаешься? Интервью раздаешь налево-направо, вместо того, чтобы... А я ерундой занимаюсь? Ну, ты артист, ты должен выступать, а не интервью раздавать. А что ты тогда приехал у меня интервью брать? Ну, я-то не артист, я-то журналист, это моя работа, хотя ты считаешь, что нет такой профессии. У тебя-то высокая профессия. Ну, я слышал, я читал где-то, я так не считаю, я, может быть, заблуждаюсь. А, переобулся сразу. Я где-то читал, что такой профессии нет. Ну, я ей не учился. Я вообще программист. А, вот видишь, вот, пожалуйста. Да, да, я тоже не считаю... Нет, я считаю, что не надо людям учиться на журфаке, я это на камеру могу сказать, потому что это невозможно научить писать. Вот актерское мастерство, да, там есть как бы ремесло, а писательское ты либо умеешь писать, либо нет. Скажи, пожалуйста, а все еще у тебя удалось отделаться от образа капитана Яковлева? Полковник. Хорошо. Я тебе вдую, мать. Ну, как что значит отделаться? Ну, вот, как бы, это же в головах людей, в наших головах. То есть тебе подходят и все еще, а, полковник... Володя. Володя, да? На эскалаторах орут, да. Все столько же, не меньше уже? Ну, это нет, но это же не скоро пройдет. Потому что он так полюбился этот, Вадим Сергеевич, что... А ты его еще не возненавидел, Владимир Сергеевич? Да нет, а что? Надоел тебе, нет? Нет. Помнишь, была эта проблема, что, поскольку там были такие матерные эпизоды, эти рекламы, что все хотели, чтобы Бурунов матерился. И даже когда мы выступали, типа, там были отзывы, а маты будут? А вот с этим ты как-то борешься? С чем? Ну, с этим восприятием тебя, как смешно матерящегося полицейского. Ну, да, ну, стараюсь, ну, как бы, ну, это же был проект, и я же исполнитель. Нет, я мог, конечно, сказать, ну, нет, ну, а зачем я тогда на это соглашался? Я же читал сценарий. Вот, а как я борюсь, ну, не матерюсь в других проектах. Ты не хочешь взять какую-то такую паузу, мораторий и год проектов без мата? Мне кажется, просто его слишком много стало. Везде или у меня в частности? Нет, именно вот как раз странным образом после запрета в медиа, в культуре, в песнях. Извини, я часто моргаю, у меня, по-моему, тик начался, потому что Петров появился. В блогах. У меня это... Дети это всегда нервный срыв. Да, у меня прям это сейчас что-то... Прости, что перебил. Вот в этих YouTube-шоу уже без мата просто как будто и не смешно людям. Ну, к сожалению. К сожалению, потому что это же все... Как, по-моему, Гарик Мартиросян говорил, что ты можешь как угодно там элегантно и изящно это все делать, но произнеси слово «жопа» и все. И тут же у тебя будет реакция. Парадокс. Сереж, а вот что еще из того, за что тебя любят, ну, народ, вот за это, что еще ты сам как бы не любишь? Вот, например, пародия. Ты гениальный пародист, но, насколько я помню, ты не очень любишь это дело. И вот так вот, а, Серега, покажи вот такого, да? Я не люблю поток. Вот, когда это все превратилось в поток, это, конечно, это мучительно, чудовищно. Потому что это все прям тебя изнашивает катастрофически. Вот именно пародирование? Да не только. И вообще, сам поток, вот, ну, когда на потоковости это встает, то есть, когда пропадает эксклюзивная, ну, штучность. Ты понимаешь, о чем я? А раз не все, нет, раз не все сериалы это... Ну, и это тоже, да, конечно, когда это все на потоке, это чудовищно все... То есть, сезон за сезоном, 20 серий, вот это. Ну, да, да, это все... Так, раз не, это не есть твоя жизнь сейчас? Сейчас моя жизнь, как бы, сейчас с сериалами пока не знаю, но я сейчас в основном упор делаю на полнометражные работы, чтобы сосредоточиться на какой-то конкретной истории и в нее погрузиться. А не так, когда, ребят, сюжет, напомните, я где, на какой планете сейчас, год, и все. Что мы снимаем? Тем более, что тебя не баловали разнообразием амплуа, мне кажется, в сериалах. Нет. Как это называется амплуа, ты говорил? Охранник? Таксист? Что-то это такое говорил? Не помню. Обычно тебя заставляют играть. А, ну, как силовиков. Силовиков. Да, силовиков, таких каких-нибудь смешных, полицейских, а, ну, это силовики тоже. ФСБ тоже силовики, военные. Ну, этот-то вот, где он? Я уже боюсь повернуться даже. Я же, видишь, не герой особо-то, когда был вот такой, как он, с волосами, с кубиками, там, у него нет кубиков, он там суповой набор, вот, и все, и мог и прыгать, и там по стенам бегать. Скорее, у тебя были кубики. 15 лет назад. Фотку пришлешь? Допустим. Чтобы мы это... У меня были кубики, все, у меня были растяжки. Ну, они есть, конечно, но не такие уже. Как отродов? Ну-ка, нет, растяжки. Да не, какие отродов? Это самое, когда вот... Шпагат. Шпагат. Куда ты его делал? Шпагат. Разве, я думал, это на всю жизнь? Нет, а что? Нет, целая история на шпагат есть. Проявил свой шпагат. Проявил, да. А, вот так. И уже не вернул. На шпагате сидел, каратэ, все дела, все было, не нужен был. Спохватились уже поздно, уже не герой. А спохватились уже не тот. Ну, конечно, ты не герой, ты же главный герой, ну, вот... Ну, я имею в виду, что, понимаешь, типаж. Да, не типаж. Хорошо, но вот в «Содержанке» там же, наконец, серьезная драматическая роль, да? Да. Да, я очень благодарен этому проекту, потому что совершенно новые качества, и спасибо огромное Константину Юрьевичу Богомолову. И реально тебя смотришь, и даже не смешно, так странно. А должно быть смешно. А еще серьезные у тебя есть сейчас проекты? Серьезные, ну, драматические в смысле. Ну, вот и история сейчас, полнометражную мы сейчас запустили, вот, под названием «Родные». Расскажи поподробнее. Да, автор сценария Жора Крыжовников, мой любимый, Алексей Казаков. Вот, режиссер Илья Аксенов. Жора Крыжовников, художественный руководитель этого проекта. Ну, он же автор сценария, опять же, у меня, значит, роль отца семейства, семья моя, Ирина Пегова. Она играет мою супругу, Семен Трескунов опять играет моего сына. Ты представляешь других, мы про тебя речь. Это драматическая роль? Да. Она трагикомическая, я бы так сказал. История по... Драматической, на мой взгляд, потому что очень она во мне отозвалась, поскольку очень близка. Про эмоционально незрелых людей. Оказывается, ноги растут от этого. Потому что, когда мы начали разбирать, и когда Андрей Николаевич, он же Жора Крыжовников, мы были на читке, меня, конечно, я оцепенел. Потому что это оказалось, это все про меня. То есть, это еще и твоя работа помогает как-то в себе разобраться? Такой терапевтический эффект существует, да, и, можно сказать, даже исповедальный. И главное у психоаналитика-то ты платишь. Да. А тут-то тебе платят. Да, да, я просто, ну, нашел ответ на многие вопросы, что есть такая проблема. Знаешь, когда вот так говорят, что мы многое поняли, мне всегда хочется спросить, окей, а что конкретно? Поэтому я сейчас не сдержусь и спрошу. Спроси. Ты во многом разобрался. Вот что ты, ты можешь словами сформулировать? Я понял, почему я так отношусь к жизни, к людям, почему я так реагирую на такие, на события. Болезненно. Более, чем другие. Да, более, чем другие, да. На разного рода события, на отношения между людьми, к людям, к миру, почему я так реагирую. Так это болезненно. Болезненно, да. Ну, как сказать, эмоционально незрелый человек, что это такое? Он там, ну, там можно, я сейчас просто не буду это развивать. Ну, в стволах, в двух стволах, это, *** твою мать, в двух словах, артист, благодаря. Да это, по-моему, отстучал мне башку, дурак этот. В двух словах это, ну, как говорят, вот фактически тебе там 45, а на самом деле 10. И вот система реакции и взглядов на жизнь, ну, и система отношений этого человека, он реагирует, как 10-летний ребенок. То есть обиды какие-то могут быть, там, чуть-чуть заплакать. Может заплакать, но я, конечно, не до такой степени, но это во мне есть, я это понял. То есть неадекватность некая, да, для взрослого? Ну, неадекватность, это немножко психиатрия уже. Ну, в смысле, ты должен как спокойно, а тебе... Да, взрослый человек так не реагирует, эмоционально взрослый, понимаешь? Из-за того, что человек вот так себя ведет, у него такая система взглядов на жизнь, он этим может изуродовать своих близких. И у нас это в сценарии, я поразил свет, но это заявлено, как этот человек может травмировать своих близких людей, в частности детей. Ну, и, собственно, там, и супругу, и всех остальных. И это, на самом деле, это очень серьезная проблема, потому что я спроецировал это все на моих родителей, они поступали по отношению ко мне так же. И я зачастую себя наволю на мысли, что я вот там, например, там, близким своим начинаю тоже... Вот это вот. А не поддерживая, не сказать какой-то молодец, понимаешь, там, или... Ну, классная идея, давай, попробуй. А не вот так. Куда ты лезешь? Вот как дело моя мама? С твоим актерством, да? Господи. Все. Ну, все, понимаешь? И потом они удивляются, почему там, они все алкаши и наркоманы, понимаешь? Это очень серьезная проблема, и меня это всколыхнуло так, что... Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да, я прекрасно понимаю. А следующий шаг... Это я пример мамы привел. Мама тоже моя не виновата, и там папа, потому что их бабушка и дедушка мои то же самое сделали с ними. Это такое, как колесо сансары. А кто-то может прервать этот порочный? Конечно, ты сам, если ты это осознаешь, если ты это понял, что ты, да, ты можешь себе в этом признаться, все. Это уже работа началась, это уже полдена. А дальше что делать? Вот ты понял, как перестать, как эмоционально догнать свой возраст? Там есть какие-то... Ну, надо себя контролировать, надо как бы систему реакции своих. Нужно понимать, что... Так, стоп, ага, что-то я опять это... Ага, вот оно опять началось, понимаешь, да? А, то есть ты уже признаки улавливаешь и себя. Признаки я уже понимаю, да. Но я сформулированную проблему, я ее знаю, как она называется. А ты откуда нахватался этих терминов? Ты к психологу ходил, да? В смысле? Ну, ты ходил же, по-моему, к психологу. Ну, к психологу, психотерапевту. То есть вот эти термины, ну, даже как-то недавно в поле зрения эмоциональная зрелость, незрелость. И это тоже полезно было к психологу, походу? Опять же, вот, по поводу эмоциональной незрелости. Мы же считаем, что это пойти психологу у нас это... И, можно сказать, даже и от невежества, скорее всего, пойти психологу или психотерапевту, это как это, что я мужик, я что, не справлюсь, что ли? Что это, я пойду куда-то к какому-то психологу? Нет, не справишься. В цивилизованном, как бы, мире, на мой взгляд, ну, как бы, цивилизованный человек, для цивилизованного человека, это, ну, как гигиена мозга. Сам ты не прочистишь этот жесткий диск. Вот, это нормально. То есть, ну, как бы, мне кажется, в цивилизованном мире разговаривать и говорить, ну, кому ты будешь говорить? Друзьям своим. Ну, друзья тебя не слушают, им не нужен. Вот, а то и все, у них своих проблем хватает. Они на себя это вешать не будут. Они будут говорить в основном про себя. Да, 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 слушай, а мне по-другому. Они тебя не слушают, никто тебе, ты нахер никому не нужен. Ну, кроме мамы, естественно, это я уже говорил у Юрия Дуде. Ну, вот, кроме своих родителей, ты нахер никому не нужен. Никто тебя слушать не будет. Вот, и это же все копится, это имеет накопительный эффект. И, конечно, кукушка в какой-то момент уезжает. Она может коротнуть. У тебя было такое что-то? Ну, конечно. Ну, в смысле, она не уезжала, слава богу, я не знаю, может... Ну, кризисы какие-то, да? Конечно, конечно, и срывы были, и что только не было. Для этого, мне кажется, нужно, конечно, я ходил, естественно, мне... Я, естественно, это все отрицал сначала, потому что я говорил, что что это такое? Что я... Ты нахер мне нужно туда к вам, и что я там буду? Ну, представьте речку, ведете по лесу. Зачем мне это, говорил я. А это все работает на самом деле. Слушай, мне кажется, ты перешел на какой-то следующий уровень, знаешь, как в игре. Просто я смотрю, у тебя же раньше были всякие злоупотребления. Ты сейчас не ешь мясо, насколько я знаю, видишь, как-то просветляешь, выглядишь прекрасно. Спасибо. Да я побрился, помылся перед встречей. Вот, стал здоровый образ жизни вести. Ты как-то это через кризис перешел на новый этап, мне кажется. Ну, что значит злоупотребление были? Ну, как все злоупотребляли, ну, как и по молодости. Конечно, и гулял, и кутил, и... Ну, вот ты был именно такой, как ты сам показал. Да нафига, какой психолог, сейчас сядем, все обсудим. Да, сейчас вон стакан в это, и все, и нормально. Хлопнул, и все хорошо. Вот, что-то там это придумывают. Просто, ну, пришел как бы, ну, к осознанию к некому, что, ну, если я дальше так продолжу, то я все... Можно своими словами говорить? Да, ну, я... Ну, как бы уже и здоровье не то. То есть для кого-то эти злоупотребления, как ты говоришь, злоупотребления там напитками чудесными, да? Для кого-то это как с гуси вода, а для меня это смерть. Короче, такой поступок совершил, завязал с вредными привычками, а дальше вдруг пустота. Конечно. А чем время-то занимать? И от скуки многие возвращают. От скуки. Да. Вот чем ты стал занимать это время? Ну, слава богу, что работа, это раз. Во-вторых, не, ну, первое время тяжело, потому что это же здесь программа. Ну, да, нейронные связи, они... Ну, конечно, да. Там что-то тут нужно, то ли, 40 дней, что ли, чтобы они стерлись. Что-то такое. Да, 40 дней, там обновляется кровь у тебя, и... То есть самое трудное пройти первые несколько недель. Да там даже не несколько, если со злоупотреблениями, там гораздо все хуже. Вот, потому что это настолько мощная история. Вот здесь вот закладывается алгоритмы. Вот. Он тебе, мозг, постоянно будет искать оправдания. Понимаешь, да? Да-да-да. Он тебе будет все, он будет постоянно искать тебе оправдания. И вот это вот нужно, конечно, осознанно к этому подойти, как бы, ну, что мне это больше не нужно. Понятно, что вот вопрос социализации еще вот хуже. Ну, в смысле, хуже в том смысле, что тебе будет хуже. Потому что это у тебя куда-то в сеть подевались. Раньше там все друзья, товарищи, и вдруг их как сдуло. И, конечно, то, о чем ты говоришь, там, не то, что со скуки, а ты остался один, ты не знаешь, что делать. Вот. Ну, надо как бы осознанно к этому пойти и сказать, что я могу. Это будет очень тяжело. Но я как-то решил сам для себя, что все, хорош, стоп. И потому что, ну, я же опять же повторюсь, я тебе сказал, что я все, вот и все. На карантине я как-то, я понял, что я сойду с ума, если я ничего не буду делать. Но с другой стороны, я попытался как-то отдохнуть и отойти. Потому что у меня прошлые, ну, эти несколько лет были очень напряженные. Вот, ну, пытался спать там, как-то есть. Вот, у меня с трудом это получал. Ну, есть, в смысле, по времени там и регулярно. А я думал, вообще открыл для себя эти хобби. Да, прозвучало так, да, согласен. Вот, попытался войти в какой-то режим в нормальной жизни. Вот, у меня это не получалось. Ни у кого не получалось. Не получалось, я вообще, потому что у меня, как выяснилось, что у меня, и оно появилось, понимаешь, время, и его не хватает. Вот что, я, и не у меня одного, я спрашивал там и коллекцию. Никто ничего не успел сделать. Никто ничего не успел сделать. Даже шкаф, я думаю, ну, хоть шкаф разберу, хрен. Да, и это надо сделать, и все, дня не хватает тебе, вот, и ночи тебе тоже не хватает. И это надо почитать, и это надо посмотреть, этим надо позвонить, и ух ты, и это надо делать, и, в общем-то, и все. Вот, и я понял, что надо что-то как-то для себя там делать, вот, и пошел учиться к Евгению Рудину, ну, в DJ Groove есть такой мой дружок, вот, прекрасный, у меня есть давнишнее увлечение. И он тебе рассказывал, что я очень люблю танцевальную музыку, электронную, и он говорит, а что ты, как говорится... Сделал для хип-хопа. Да, что ты, нет, не для хип-хопа, он говорит, а что ты совокупляешься с мозгом, со своим. Приходи ко мне в школу. Вы друзья, да? Да, абсолютно, как сказать, по духу очень близкий мне человек, а мы с ним, если ты помнишь, познакомились, мы рассказы с тобой читали наши. А, так это вы тогда же, когда мы вместе с ним познакомились. И мы как-то, у нас были общие знакомые, мы друг другу передавали приветы в Турции, да. Да, да, да. Был какой-то корпоратив, он там тоже какой-то мастер-класс вел, а мы читали рассказы твои, вот, и я исполнял их. Да, я помню, до сих пор у меня, да, приходят открытики. Вот, и мы там что-то зацепились как-то языками, разболтались, там вечером сидели, вот. Вот, и я ему сказал о своем увлечении давнишнем, я говорю, я любому, а что ты, говорит, приходи в школу. Я говорю, да ну, что-то начал рефлексировать, как всегда, вот. Вот, и он говорит, не-не-не, он говорит, давай, все. И вот я начал удаленно сначала вот эту всю там теорию проходить. Я думал, что вроде я как что-то понимаю, нет, оказалось, что я ничего не понимаю. А там нужно музыкальное образование какое-то нужно? Ну, желательно, конечно, но без понимания, как бы, элементарных основ теории музыки, конечно, там делать нечего. То есть слух нужен музыкально? Слух, ритм, да, вкус, не побоюсь этого слова. Вкус. А у тебя какой-то жанр, который тебе нравится внутри этого? Ну, слушай, одно дело нравится, а потом... Нет, у меня много направлений, которые я люблю. Я люблю и транс, прогрессив транс, и Psypro, транс, брейкбит, прогрессив хаос. У тебя дебют был уже как диджея? Нет, пока не был, я просто не хочу, как говорят, я говорю, любил выражаться, с глазами срущей кошки это все делать. Ну, когда будет? Ну, когда диплом получим, тогда... А, ты еще в процессе? Да. Я там сейчас несколько курсов прошел, вот, там сейчас саунд-дизайн, и я так досконально в это хочу, в это, погрузиться в эту историю. Ну, а мечта какая в этом смысле? Ну, фестиваль какой-нибудь. Прямо выйти и чтобы... Да. Ты бы мог ведь, так сказать, инкогнито, ну, то есть, некий диджей в темных очках, чтобы тебя не узнали, было бы прикольно, чтобы в этом успехе не было, как бы, Бурунова, а то все, о, Бурунов, а вот, знаешь, с нуля, вот доказать, что ты без помощи своего имиджа можешь... Я иногда, знаешь, хочу прислать анонимно статью в журнал «Максим» и посмотреть, примет ее редактор или нет. Ну, типа, чтобы доказать, что я хорошо пишу, понимаешь, да? А, вот так вот, да? Да. Ну, потому что иногда думаешь, что уже все по инерции, на тебя имя работает, и все тебя любят, а ты уже давно ничего не умеешь, например. Представляешь, было бы круто, чтобы тебя не объявляли, а просто там диджей Икс, и ты такой в темных очках выходишь, да, там, с иракезом. Ты понимаешь, что это вот только ты и вот только твое второе призвание, и никакой связи с твоим предыдущим успехом нет. Мне кажется, вот это было бы круто. Ну, не знаю, я... Что, забоишься? Захочешь, чтобы все знали, что это... Ну, а что мне? Ну, зачем это? С точки зрения, конечно, интриги какой-то и шоу, может быть. А так, я что-то не думал пока о концепции. Что ж, давайте осмотрим Nissan Murano повнимательнее, и в этот раз снаружи. Первое, что бросается в глаза, это стремительные спортивные агрессивные линии. Кажется, что это просто задумка дизайнеров. На самом деле, масса усилий было вложено именно в аэродинамику. И вот этот вот эффект обтекаемости, это красивое с полезным, как я это называю. Но мне кажется, самая красота с этого ракурса, сзади. Акценты внешности, которые мне бросились в глаза. Это, конечно, вот этот спойлер багажной двери, который дает эффект летящей крыши. Задние фонари бумеранги, так они называются у Nissan Murano. Ну, действительно же, посмотрите. Просто так и хочется куда-то его кинуть, чтобы он вернулся. 20-дюймовые легкосплавные диски в комплектации значились. Двойная выхлопная труба с хромированными накладками. И задние стойки, напоминающие киль хвостового оперения самолета. Мне напоминающие, грамотным людям с широким кругозором напоминающие. Надеюсь, вам тоже задние стойки напоминают киль. Киль хвостового оперения самолета. Давай вернемся к кино. Вот я давно хотел спросить, я слышал такой тезис. Какой-то режиссер его сказал, я, конечно, не помню. Покажите мне сплоченную команду, я вам обещаю, что они снимут плохой фильм. То есть должен быть какой-то конфликт на площадке. Или все такие вот друг друга с полуслова понимают. Есть вообще зависимость между атмосферой на площадке и результатом? Конечно. Какая? Абсолютная, прямая зависимость. Если ты работаешь не в команде единомышленников, и в конфликте невозможно, ничего не получится. В конфликте ничего не может быть. Есть творческий конфликт. Тем более. Это невозможно. Это улетучивается мгновенно. Если у тебя испортилось настроение, если у тебя произошел какой-то конфликт, все, никакого творчества не может быть. Творчество может быть только во взаимопонимании, в хорошем настроении и в дружелюбном отношении друг к другу. И в идейной синхронизации. Когда снимается комедия, все веселятся же на дублях, наверное. Это нормально, когда ржет команда? Ну, как, если получается, да, если точно это получается. Если впустую хохотать, ну, нет. Потому что я не люблю эти все анекдоты, когда люди там на площадке за кадром или там вне сцены, это, как что называется, знаешь, записки закулисного гения. И все, отсекают, шутят, все, на сцену выходит ноль. Потому что он или она там здесь, они... Все, он себя растратил, понимаешь? И в кадре, а в кадре он... Все, фаза ноль это называется, понимаешь? Не всегда, нет. В комедии очень сложно, на самом деле. На самом деле не всегда весело. Потому что очень жанр тяжелый, и там много задач. Поэтому там не особо до веселья. Да, там в дубле, конечно, когда что-то получается, что, опять же, повторюсь, что-то там, какая-то импровизация произошла. А, конечно, смеемся. Но в основном задач очень много. А какие были у тебя, вспомни, находки импровизации, которые потом смотрелись шедеврально? Ну, это же известно, да, что очень часто актеры что-то такое делают, ты, наверное, лучше меня знаешь, ну, из известных фильмов. Да, вот у этого, как ты говоришь, вот этого существа, которое сейчас било меня по голове. Один раз я видел, как у него капали слезы от смеха. Ну, вот, и у Бортича. Вот, у них была очень серьезная сцена. Это во втором сезоне, по-моему, был, что ли, не помню, или в третьем, была такая сцена, где он мне подлил в сок бензидрин или что-то такое, наркотик. И у моего персонажа, у Якулева, случился вот этот приход. Он там начал, он листья жевал, у него начинались галлюцинации. А мы снимали это на, где-то там, на Ленинградке, что ли, где-то на какая-то Москва-река или что там. Ну, в общем, это... Клязьма какая-то, да? Клязьма, я не помню. На берегу реки там, типа, какие-то шашлыки там по сцене. И у них выяснение отношений, прям с Бортич, Бортич там со слезами что-то. Этот Петров, да? Петров, да? Да, такая фамилия главная еще. Это какая-то такая странная. И он что-то ей там, драматическая история. Вот я, а я Илье Куликову говорю, там пригорок такой. Вот, я говорю, давай я забегу. Я говорю, его совсем накрыл, чтобы я голый был. Голый совсем. И там по тексту было, чтобы экспресс-тест. Была такая история, он все время повторил экспресс-тест. Экспресс-тест. Вот. И он, у них идет сцена, я забегаю, и оттуда это все. Экспресс-тест. И они вот так вот поворачиваются. Вот. А им-то доигрывать надо? Володя, оденься. Оденься. Это много объясняет Сергей из того, что мы сегодня видели. Что? Ну, я понял, в чем суть этих отношений. То есть, ему тоже есть, что тебе предъедет. А что ему предъедет? Я вот так вот не делаю. Ему же доигрывать надо было. Вот ты какой. Ну, он любит садиться попой на лицо. Это вот сейчас вот это вот было. Если образно. Сергей, какая была самая трудная съемка? Ну, если вот из последних, то, наверное, последний богатырь. В 2016 году мы снимали это в Абхазии, в разных местах. Но в основном мне достался водяной. Я играл в водяного. Мне посчастливилось, значит, искупаться в горной реке. Температура воды была, по-моему, плюс 5. Или даже, нет, ниже не могла быть, потому что, ну, я бы не выжил. Даже река была. И гидрокостюмы со всеми делами меня прицепляли на трос, чтобы меня не унесло. Там водопад. Она вот так вот течет со скалы. Вот. Я должен был что-то кричать, еще что-то играть, отрывать от себя каких-то рыб. Вот. И это было, ну, дубли несколько, наверное, 5, наверное, что ли, не помню. И потом создатели решили меня, наверное, добить. Три дня я провел в павильоне в бассейне. Они построили, значит, декорацию шикарную, красивую, со всеми делами. Болото мое, типа, болото. Вот. И залили туда воду. У меня был сантиметровый вот такой вот гидрокостюм. Вот. И мне нужно было нырять, плескаться. Ну, вот. А они это запаяли все гудроном там, то ли, чтобы гидроизоляцию сделали. Воняло так, а мне нужно было фонтанчики пускать. И там и тина. Вот. Ну, в смысле, тина вот это. Плавает. Они все задекорировали. Канделаки. Нет. А другой фильм. Я знал, что ты сейчас спросишь так. И вот меня с меня сдирали этот самый, да, вот это вот. Сдирали, значит, этот гидрокостюм, сушили. Я вот мез, мне лили вот сюда кипяток. Потом опять надевали этот гидрокостюм. И вот так вот по 12 часов в день. Как-то так вышло, что артисты зарабатывают не только прямым своим профессиональным образом, но и рекламой. Мы видим, ты появляешься в разных рекламах. Давай об этом поговорим. Пожалуйста. Ты стал довольно активно в Инстаграме себя проявлять. Я видел, ты там вдохновлен напитком. Виски какой. Феймос Граус. Бренд обратился, ну, к нам, в смысле, к директору, ну, ко мне, вот, с таким предложением. И была вот разработана такая концепция вот таких игровых интересных роликов под слоганом, там, он же, душевный на клеточном уровне. И были разработаны вот эти три сценария роликов вот таких вот в этой концепции. То есть там о душевной теплоте. Мне это очень понравилось, порадовала эта история. И вот сейчас вот должен, я не знаю, третий выйти. Самый мой любимый ролик, он очень смешной и трогательный. А их у тебя в Инстаграме может быть? Третий в соцсетях. Два вот уже вышло. Вот мы снимали вот прошлой зимой. Два вышло. И вот сейчас должен был быть третий в мае. Но, к сожалению, была вот эта вот пандемия и карантин. Да, я не заметил. Вот, это все не заметил, да? Да, я и так дома сижу. Класс. Что касается, наверное, ВТБ, ты хотел спросить? Да, я все хотел. И в том числе и неудачные всякие вещи. Давай про... А по какие неудачные? Политическая реклама. А, политическая? Да, бывало ведь и политическая. Ты хочешь про это проговорить? Да, ну, ты уже говорил. Тебе в этом году не предлагали за Конституцию? Ну... Говорят ко всем. Ну, что-то было. Но ты уже наученный горький опыт. Ну, я уже, знаешь, обжегшись на молоке, дую на воду. Да, это такая же вещь-то. Да. Я уже... Мне хватило того ролика из... Прилетело тебе за гея на передержке? Прилетело и не раз. Вот. Ну, я как бы... Я заранее прошу прощения, если я кого-то обидел. Да, и... Ну, пользуясь случаем, я извиняюсь. Но никакое вообще... Никакого не было посыла, что кого-то обидеть или что-то. Я, ну, как сказать, это было написано в сценарии. И мне кажется, это все-таки была ироничная история. В отличие от того всего, из того всего, что мне предлагали. А, это еще было самое приличное. Это было самое приличное, я хочу сказать. Но я хочу заранее извиниться, если я кого-то оскорбил. Там же не было прямой агитации. Ведь, понимаешь, какая штука? Смотреть и видеть – это совершенно два разных глагола. Понимаешь, о чем я? Ну, каждый, да, видит, что хочет. Да, поэтому каждый видит то, что хочет. Мне показалось, что этот ролик достаточно в сатирической форме как раз высмеивает нашу лень и гражданскую несознательность. И все, все. Больше ничего. Никаких других смыслов я там не увидел. Никакой агитки и так далее. Ничего не было. Я сейчас не оправдываюсь. Я сейчас отвечаю как бы на вопрос. И потому что, ну, я сто раз это уже говорил. Ты не думаешь, что лучше вообще может быть как-то на дистанции оставаться вот сейчас? Вообще, по крайней мере, участие в каких-то… Я думаю, что да. …политических. Не как гражданину, а как артисту. Ну, ты прав, да. Я думаю, что лучше на дистанции, потому что лучше заниматься своим делом. А в своем деле мне еще… Ой, сколько всего еще нужно. Это… Есть чем заняться, короче. А вот интересный вопрос. Были ли какие-то случаи вовлечения тебя в сомнительные проекты с целью наживы на тебе и твоем имени? Рекламные или еще какие-то? Постоянно. Да? Конечно. И как это происходит? Ну, они присылают, ну, как сказать, ну, это ближе на вопрос. К директору моему, к Анастасии, она там отфутболивает это все. Ну, какая схема? От твоего имени что-то там… Ну, нет, ну, просто… А вот Сергею интересно был бы вот автосервис или там покрышки, завод железобетонных изделий, полисорб, огурцы, слесарные ключи. То есть ты бы мог как нажиться, наконец, стать богатым человеком. Ну, что-то… Это как это… Как он называется этот рынок-то? Строительных материалов забыл, не помню. Каширский дворик. Да, да, да. Вот мы его рекламируем. Да. Он произнес эти два слова. А я не произнес, ты произнес. Да, мы наложим. Помнишь, как это… Ты там что-то произносила, тебя вырезали и вставляли в рекламу. Угу. Ага. Да. А какие-нибудь действительно хитрые авантюры были или просто какие-нибудь прямо разводки? Слушай, были. Страшная история была. Хорошо, что мы вовремя спохватились, но я не знаю сейчас. Но, естественно, там это все как бы затихло. Я помню, что позвонила мне какая-то барышня. Сергей говорит, мы не можем, в общем, дозвониться до вашего агента. У вас завтра съемка. Значит, нам надо подписывать договор. И мы уже перевели вам аванс. Там, у нас 11 тысяч. Я говорю, какой аванс? Я говорю, вы кто? А я сплю, лежу. Вот. Это утром она мне звонит. И говорит, меня зовут там такая-то там Ксюша Батарейкина. Вот. В общем, выйдите, пожалуйста, с агентом. Ну как? Ну вот уже. И действительно, я смотрю, я звоню. Вот определенная сумма, там аванс вам отправили. Я говорю, вы кто вообще? Какая-то реклама чего-то, какого-то банка. Я еще, ну, у меня другой директор был. Я туда заеду, ты знаешь что-нибудь об этом? Она говорит, в первый раз слышу. Я говорю, звони немедленно. Я говорю, что-то тут нечисто. Ну и потом выяснилось, что схемка какая-то. Вот. Типа подсунули, значит, договор с моей подписью. Прямо подделали? Да, подделали мою подпись. Типа там через... Я вообще не понимаю, как эта схема была сделана. Но, в общем, там договорились на очень приличный гонорар. С этим банком? С этим банком, да. Что они мне сначала переводят аванс, а в среду у них, вот, после вот этого моего звонка, значит, типа в среду, а это было в понедельник звонок, они уже должны были там встречаться, чтобы им передали наличными деньги. Понимаешь схемку? Нет. Тебе кто перевел эти деньги? Банк или мошенники? Банк, какие-то... Или мошенники, не знаю. Мне перевел банк, значит, или мошенники, какую-то эту предоплату. Я бухгалтеру тут же позвонил, я говорю, отсылай все назад, быстро. Я говорю, быстро все, я говорю, назад переводи. Тебе перевели деньги, а ты говоришь, отсылай. Да. Ну, это не мои деньги. А потом удивляешься, что ты все еще не богатый. Бежать надо было сразу до канадской границы. Куда бежать? Это не мои деньги. Мои, не мои. Но схема была такая, что, в общем, они мне перевели аванс, а остальное должны были забрать в среду наличкой. Мои представители, которых я вообще не знаю и не знаю вообще, о ком речь. То есть они представлялись твоими представителями? Да, они представлялись моими представителями. Принесли твою подпись, то есть тебя без тебя женили. Да. И хотели, ну что, приличную сумму денег. По-другому я никак не могу сказать. Ну, давай напоследок поговорим все-таки про твою жизнь и фанатов. Коротенько. Тебя по-прежнему разрывают, да, на кусочки, когда ты появляешься на людях, я полагаю. Ты стараешься особо этого не делать лишний раз, наверное. Ну, да. Я же это, как это, социофобушка, да, называется? Мы же с тобой помнишь, как на Металлику сходили? Это было невозможно, потому что мы только хотели, пошли, значит, в какую-то более-менее в ВИП-зону и все. Фергей, можно там, Фергей, можешь там уже, они на сцену не смотрят, помнишь? Да, помню. Я не знаю, как ты, меня это бесило, потому что концерт идет, а ты как на пресс-конференции. Да, там фотографировался, все, все. А у него, знаешь, это бинго, значит, двойной удача у него. Они пытались так, чтобы в кадр попал и Бурунов, и Металлика. И Металлика, да. Да, и таких желающих было много. И бедный Сергей вынужден был уйти с полконцерта, потому что, я, конечно, пошутил, что ты мало работаешь, по-моему, ты только и делаешь, что работаешь. О, вот. Да можно селфи? Конечно. Можно. Шпанат вообще. Спасибо. Тоже Сергей. Вообще, я считаю, лучше мой актер у вас. Спасибо большое. Мы тоже так считаем. Так, вы будете за Сергеем. Вы дом фотографируете. Огромное спасибо. На здоровье. Я помню нам, когда мы выступали, помнишь, там где-то в Краснодаре нам подарили какое-то местное пиво? Так. Мы про это сказали в твоем инстаграме. Да. А в Ростове после этого нам букет из Вовлы преподнесли. А мы тоже не хуже. Да, да, да. А какие вот еще были странные прикольные выходки фанатов или подарки, я не знаю? Портреты рисовали, татуировки. Да ладно. Да. Есть люди с татуировками тебя. Татуировки. Володя Яковлева. Да, и мои. Да. Мужчины. Женщины. Женщины. Да. Фотки-то будут? Ну, где-то в инстаграме мне показывали. Я что-то такой прям это... На каком месте? По-моему, на плече. Ну, это первый шаг, Сергей. А куда надо? Ну, туда, куда-то, где еще интереснее. Представляешь, ага? Ну, я про еду не говорю, там какие-то банки. Ну, да. Всегда подозрительно мне, как и страшно немножко. Что там, сбредет в голову? Может, произвести произведен обряд. Да. Как приворота. Да. Съел и все. Вот, я сама для вас делала. И бабушка мне помогла. Вот. Да, вот бабушка помогла. Да, спасибо. Нет, вы сейчас съешьте. Все свое, все домашнее. В ресторане-то иногда страшно. Я очень боюсь. Я в этом отношении, то есть смех смехом, а это все есть. Ты посмотри, что в инстаграме творится. Там каждый третий колдует. Там какие-то потомственные ведьмы, вражеи. Мы же рациональные люди, Сергей. Я вот об этом и говорю тоже, что мы-то с тобой рациональные, а там каждый третий колдует. А вдруг оно и на рациональных действует, представляешь? Еще как. Знаешь, Нильс Бор. Понимаешь? И в основном почему-то, меня вот это вот очень настораживает, в основном, вот к гадалкам, к ведьмам, к колдуньям, этим занимаются женщины. К чему клонишь? Ну, вот этим всем приворотами, верну любимого человека, даже спам, понимаешь, вот это. Ну, не в обиду женщинам, они так эмоциональнее и, скажем так, Вот мужчины этим не занимаются, они не ходят к гадалкам, хотя, может, не знаю, может, и ходят. Но в основном к гадалкам там вот эти все, соль там, что они еще там делают? Понимаешь, вот эти какие-то обряды. Удивительная осведомленность, Сергей, вы проявляете, что там делают у гадалок. Ну, я что-то... Пароли в сценарии узнал. Ну, было дело, да, я там, я не ходил. Да, ну ты к психологу ходил. Это специалист, но я же не ходил, но луну, понимаешь, не выкладывал там эти карточки, приходящие эти, денежные, чтобы денег там прибавилось. Куда ты знаешь это? Да потому что общаюсь с такими людьми. Допустим, да, это я не курил, но это большие мальчишки. Паразитов надо... Чего? Паразитов надо выводить на убывающую луну, там какие-то отвары пить. Ну, глистов в смысле. А вот зачем ты к психологу ходил? Почему нет? Вы психолог, знаете, у меня глисты. Ну, я просто к тому, что мы к чему разговор начали, что к еде вот это фанаты дарят еду, я очень осторожно к этому отношусь, потому что это все энергии, и все, что угодно может людям прийти в голову. А чья же цитата была, подожди, что, то ли Блаватской, что ли, да? Есть, это была такая Блаватская. Была, была. Что она говорила, что женщине это любовь, это все ерунда. Женщине важно получить власть над потусторонними силами. Ты свечку поставь. Какую свечку? Батюшку вызывать? Батюшку. А что, я думал, у тебя он всегда есть где-нибудь? Батюшка? В соседней комнате, например. Богатые люди говорят, могут себе такое позвать. Ты шутишь? Смотри, вот богатый человек, у него какая челядь есть в наше время? Водитель, уборщица, повар. Почему богатый? Состоятельный. Состоятельный. Он заработал. Стилист и духовник. У меня ничего этого нету. Ты сам убираешься? Нет, почему? Вызываю службу. А духовные потусы? Видишь, у тебя психолог есть. Не притворяйся, что ты не эксплуатируешь людей. Это нормально. Кстати, о психологе. У тебя есть гештальты незакрытые? Или он тебе, вот что ты всю жизнь хотел, и тут наконец... О, смотри, у меня подколенный рефлекс. Вырежете это. Почему? Ну-ка еще раз. О, хорошо. А у меня так действует? Это нужен другой человек. Ты прям в чашечку попал, Саш. Ну я же не Петров. Я так нежно не могу. Давай другую ногу. Ай. Ну-ка давай. Вот сюда надо. Вот, все есть, видишь? Ты все равно бьешь в чашечку. Вот мотоцикл, покупка на старости лет мотоцикла, это был закрытие гештальта. Это почему на старости лет, на 43 года? Хорошо. Хорошо, на заре юности ты купил мотоцикл в 43 года. Ну, да, это гештальт, конечно. А может, это кризис среднего возраста, Сергей? Может, ты с официанткой скоро убежишь на море? Ну, потому что, когда ты был с кубиками, у тебя же ничего не было, мотоцикла не было. А сейчас наверстываешь в этом смысл закрытия гештальтов. Какие еще у тебя есть незакрытые гештальты? Почему? У меня с детства была мечта, вот я люблю, например, мопед. Мечта и гештальт это одно и то же. Серьезно? Да. Ну, типа, несбывшаяся мечта это незакрытый гештальт. Какая связь с официанткой, я не пойму? Ну, это я в своем, неважно. А, ну, вот с этого и надо начинать. У тебя какие еще гештальты есть незакрытые? Не думал об этом, вроде закрыл все. Ну, давай я тебе скажу про твой нет. Самолет. Чего самолет? Когда я брал самое первое интервью с тобой, тогда мы заканчиваем тем, с чего начали. В году в 2012. Так. Ты, наверное, не помнишь, а интервью заканчивалось вопросом. Вот ты тянешь горемычную актерскую лямку свою, то телефон молчит, то зовут, то не зовут. А если бы тебе все-таки сейчас дали самолет, и ты был бы пилотом, ты бы согласился бросить актерство? И ты такой подумал, подумал, сказал, да. Я говорю, почему? И ты ответил, что в любом случае, когда ты пилот, у тебя есть твой самолет. А все остальное, типа, уже неважно. Так вот, я повторю этот вопрос сейчас, в 2020 году. Вот если бы тебе вот сейчас раз и предложили стать капитаном, как это называется? Воздушного судна. Воздушного судна. Ты бы согласился поменять свою карьеру на капитанство воздушного? Слушай, прошло 8 лет. В 2012 году тот Сергей Бурунов, который сейчас перед тобой, это совершенно два разных человека. Поэтому я и спрашиваю. Да, нет, не согласился. Уже не согласился. Нет. В 2012 году, наверное, у меня было такое настроение и такое состояние. Было? Всех дел, когда, наверное, я бы согласился. Угу. Ну вот. Но на данном этапе нет. Давай напомним, что зрителям, что Сергей собирался быть летчиком, закончил летное училище. И уж серьезно. Ну, постоп, постоп, поскольку ***, поэтому я его не закончил. Вот и все. Но дорога в облака все манила его всю жизнь. Ну, я потому что романтик, поэтому я мечтаю. Все от мечтательности. Я очень много мечтаю. Вот, поэтому... О чем ты сейчас мечтаешь? У тебя же все есть. Что у меня все есть? Ну, с точки зрения обывателя. Карьера успешная. Ну, да. Прекрасная внешность. Ну, я при этом... Не ешь мясо. Модные шмотки. Ты стал так модно одеваться. Можешь себе позволить даже часы электрические. Электрические именно. Ну, все есть. О чем ты мечтаешь? Модно стал одеваться. Обычно я одеваюсь, что такого. О чем ты мечтаешь? О чем я мечтаю? Мечта есть? Превратиться в маленький светящийся шар и улететь с этой планеты. Ну, что же. Я думаю, 2020 год преподнесет много сюрпризов. Может быть, и такой. Да нет. Но мечтаю, как и все люди. Что? Так же, как все. Так же, как все. Я по земле хожу, брожу, да. Так же, как все. Счастья себе. Тебе прошу. Ты его узнаешь, когда он появится-то? Да черт его знает. Да, это проблема. Да, это мастер Маргарите было. А черт знает. Я предлагаю закончить на этом интервью. Потому что его уже ничего не спасет. Да. Поскольку оно провалилось с самого начала. Спасибо, Сергей, за искренние ответы. Мне кажется, было здорово. Мы все. Когда-нибудь он тоже будет меня подпускать близко, чтобы как Петров я делал это с его ушами. Как ты это терпишь? Да он дебил, потому что. Ну ладно. Зеверять не слышит ли он? Главный.